Ice Bucket Challenge 2014, Манекен Challenge 2015, Water Bottle Flip Challenge 2016 и, наконец-то, Хейтить Русских Challenge 2022. Ола Амигос, на связи Матвей и сегодня в этом видео я буду возмущаться. Возмущаться тем, что на данный момент происходит с Фортнайтом на территории России. Вы знаете, что политические конфликты это абсолютная обыденность для всего человечества. Каждый год случаются сотни стычек на основе политических взглядов. Но со всеми политическими конфликтами никогда не были связаны видеоигры, в частности, Фортнайт. Но ситуация, которая происходит сейчас, переходит все рамки дозволенного. Кто-то может сказать, что, блин, это же канал по Фортнайту и какого хрена здесь обсуждается политика. Но, ребят, блин, как я могу не говорить о политике на своем канале, если эта же политика прямым образом связана с видеоигрой, по которой я снимаю видео. И в этой, на первый взгляд, ничем не примечательной детской игре прямым образом отражается русофобия и позиция оппонентов российского государства. В общем, приготовьтесь, этот ролик будет разрывным. Ну а перед тем, как мы начнем, бро, хочу обратиться лично к тебе. Если ты впервые на моем канале и ты так же, как и я, истинный ценитель Фортнайта, то обязательно оформляй подписку. Я стараюсь снимать лучший контент по этой игре, без всякого кринжа, и уверен, ты точно здесь найдешь что-нибудь свое. И ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня это мой тег-автра... Ага, ой, точно, забыл, об этом мы еще поговорим. Кстати, вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-то расставим все точки нады по поводу позиций Фортнайта и Эпигимс в мировой политике. Как и каким образом детская игра начала проявлять ксенофобию к русским, и чем же все это закончится? Уверен, такого ты еще точно нигде не слышал. Начнем с того, что в этом ролике я не выражаю свою позицию в украинско-российском конфликте. И по этому поводу никаких комментариев я отдавать не собираюсь. В этом ролике я подниму тему только того, какого хрена в детской игре начала выражаться мировая политика. Какое отношение к этим мировым событиям имеем мы, какие последствия будут в будущем, а какие есть уже сейчас? Во-первых, давайте посмотрим на всю историю событий. 24 февраля началось «Сами знаете что». Затем, через неделю, в Фортнайте для России отключили возможность донатить в игру, то есть покупать вибаксы. И уже 9 марта 22 года всем авторам Фортнайта на почту приходит такое письмо. Ваша учетная запись убрана из программы поддержки авторов. Здравствуйте, Матвей. Компания Epic прекратила коммерческое отношение с Россией посредством наших игр в связи с военной операцией России на территории Украины. В результате, ваша учетная запись была убрана из программы поддержки авторов. Подробности можно узнать по ссылке, обращайтесь, если остались вопросы, ну и так далее. Проще говоря, сначала Epic Games насолила обычным игрокам, которые просто играют в Фортнайт, а затем тупо обрубила основной источник заработка всех авторов контента по этой игре. Короче, получили все, хотя никто не заслужил. Возникает вопрос, зачем же с нами так поступили? А Epic Games нам отвечает, что виной этому военная спецоперация России на территории Украины. И заметьте, что даже не война России с Украиной, а именно военная спецоперация, то есть Epic Games уже соблюдает постановление российского государства по поводу того, чтобы этот конфликт войной не называли. Получается, что компания не хочет ссориться с Россией, но при этом почему-то вводит свои санкции. Вы же понимаете, что в этом вопросе Epic Games явно против России. Получается, что компания не хочет ссориться с Россией и надеяться на возможное возвращение на российский рынок в будущем. И если честно, это уже немного начинает попахивать лицемерием со стороны Epic Games. Ну ладно, допустим, это просто бизнес, и они делают все в своих интересах. Но в таком случае зачем же обрубать донаты и лишать самих же себя многомиллионных доходов? Зачем всех российских авторов выгонять из поддержки авторов, чтобы они не пилили контент и не продвигали вашу игру? От этих действий Epic Games несет только чистые убытки. Но почему-то все равно продолжают настаивать на своем. Им осталось только Fortnite удалить для всех российских пользователей, и все, получается, все дела они уже сделали. Ну а что? Например, Supercell уже сделали так со всеми своими играми. Да и в принципе, Epic Games уже этим не отличились. Например, вы уже не можете скачать Fortnite с PlayStation Store, с Nintendo или Xbox. Ну а на других платформах запретить скачивание нельзя, потому что оно происходит прямиком из интернета. Ну тип, Fortnite и так нет в Play Market или App Store, так что нам терять нечего. Короче, этими фактами я доказываю, что данное действие от компании Epic Games является чистой русофобией, которая никакой логикой просто не подтверждается. Никакие официальные государственные санкции не запрещают Epic Games на данный момент продавать вебакса и выплачивать деньги авторам. Да и никакой выгоды в этих действиях нет, одни убытки, остается только одно, чистая неприязнь ко всему русскому, то есть русофобия. Лично я разочарован, не ожидал такого от Epic Games и до последнего считал, что они в этом плане останутся нейтральны. Даже сказал об этом в предыдущем видео. Я не думаю и считаю, что никто не думает, что на данный конфликт России и Украины как-то может повлиять то, что они запретили покупать вебаксы своим игрокам. Своим игрокам, которым в среднем от 6 до 14 лет. Как эти люди вообще связаны с этим политическим конфликтом? Как с этим конфликтом связаны авторы, которые просто пилят безобидные видео на YouTube? Да и вообще, как обычные граждане России связаны со всем этим? Думаю, безусловно, правильно вводить санкции против конкретных личностей в правительстве. Но зачем в этот замес втягивать обычных людей, которые либо нейтрально, либо вообще негативно отзываются об этой ситуации? А дети? Дети тут вообще при чем, которые просто любят после школы зайти, поиграть в Fortnite, посмотреть видео по этой игре и купить какой-нибудь скин? Да даже так, эпики, это же ваша чистая прибыль. Но вы все равно продолжаете продвигать этот бессмысленный тренд под названием хейтить русских. Ну потому что по-другому нынешнее отношение к русским по-другому назвать нельзя. Вот вы помните, что в 20-м году был такой тренд, как Black Lives Matter? Да, вроде бы как серьезно, но вроде бы как обычный тренд, в котором никто ничего не понимал. В этом тренде почему-то люди, которые никак не связаны с конфликтом, начинают отстаивать какие-то права чернокожих. Которые были, есть и будут всегда. А сейчас абсолютно такой же тренд, но уже на ненависть к русским. Как-то оскорбить или вообще обвинить граждан России в чем-либо. Я прекрасно понимаю, что вы все считаете, что Россия поступила неправильно. Но ладно, считайте дальше. Вводите санкции против правительства, делайте что-то с теми, кто реально это затеял. Ну зачем трогать обычный народ, который никак с этим не связан и никак не может этому посодействовать? Поверьте, то, что вы лишаете возможности детей наслаждаться игрой, никак не остановит конфликт на Украине. И то, что вы оставляете ютуберов, которые все это время продвигали вашу игру нищими, тоже никак не изменит решение правительства. Остается открытый вопрос, зачем же так поступать? И ответ на этот вопрос есть. Это чистая русофобия. Конечно же, я думаю, что это русофобия временно. Это чисто такой тренд по хейтить и по унижать русских. И я искренне надеюсь, что в скором времени люди опомнятся и прекратят это безумие. Причем прекратят обе стороны. В общем, ребят, Fortnite реально изменился и, к сожалению, в худшую сторону. И теперь это совершенно не та игра, которую я знал раньше. Лично я разочарован и могу смело заявить, что игра окончательно скатилась. И если вы, дорогие зрители, поддерживаете мою точку зрения, то пишите в комментариях хэштег FortniteRuss. Кстати, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Но также, ребят, хочу к вам обратиться. Наверное, вы уже поняли, что тег авторы у меня отобрали. Отобрали по причине, на которую я никак не могу повлиять. И теперь, помимо монетизации, я лишился еще одного источника дохода. Конечно же, это очень грустно и несправедливо. Мне крайне сложно приходиться в это время и, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Так что, ребят, по первой ссылке в описании вы можете оставить мне небольшой донатик. Буду искренне рад каждому рублю. Минимальный донат это 30 рублей. И если хотя бы 100 человек скинет такую сумму, то это будет уже очень большая сумма. Хотя для вас по отдельности это очень маленькие деньги. Надеюсь, в это время вы мне сможете помочь финансово, потому что сейчас ролики по Fortnite я делаю абсолютно бесплатно. А если вы все же по каким-то причинам не можете мне помочь донатикам, то вы также можете мне помочь и бесплатно. Например, скачав игру Барвиху РП по второй ссылке в описании. На самом деле, очень интересная игра. Сам в нее играю и всем рекомендую попробовать. Но если вы не хотите, то, пожалуйста, просто перейдите по этой ссылке, скачайте Барвиху РП и зарегайтесь на 4-м восточном сервере. И при регистрации введите мой никнейм от Вей Мотивкар. Ну а в самой игре видите мой ютуберский промокод хэштег Мотивкар, который на начале игры выдаст вам целых 120 тысяч халявных рублей. Для вас это всего одна минута, а для меня это лучшая поддержка на данный момент. Надеюсь, вы войдете в мое положение. Ну и на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр. Если это видео было для вас интересным, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пишите в комментариях, что лично вы думаете на этот счет, потому что данная ситуация сейчас касается абсолютно каждого игрока в Fortnite и мне было бы интересно послушать мнение каждого. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши хэштег FortniteRus. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей, уверен, все будет хорошо. Продолжение следует...